Здравствуйте! С вами говорит официальный представитель передачи «Я люблю тебя в России» Плюмплюмпень Долгоклядный. И перед началом, по традиции, мы благодарим наших замечательных любовников с Патреона, а именно Александра, Александр Богдасарян, Анастасия Дэн, Анастасия, Андрей Рубцов, Анна Ванна, Кримпов, Дмитрий Аликулов, Дмитрий Довгошлюбный, Дмитрий Ковалерчик, Екатерина Цурик, Курира, Мария Татаринова, Максим Панферов, Миша Миронов, Мистер Кудряшов, Микита Серов, Наталья Таранкова, Олег Шацков, ОМТВ, Positive Vibrations, Роберт Майер, Роксана Сироткин, Слава Ку, Василий Борисов, Александр Белик, Алексей Гусев, Алла Еремцова, Андрей Петров, Аня Сонмир, Вика Коломиец, Ж. Иле, Зиновьев, Константин, Катерина Наталья Гранкина, Саня Крюк. Спасибо вам большое. Также хотелось бы поблагодарить наших замечательных мам, таких людей, как Александр, Гэри, Гоша Левин, Михаил Иванов, Морфинистка, Nevermind, No Name, Oh What You Gonna Do, Подурец, Паша Лузис, Сергей Антопольский, Таша Орбита, Андрей Ксенчук, Аня Богданова, Аня Ленская, Илья Эксентрик, конечно же, Минашвили, Мэри, Субару, все вместе, верно, Импреза, спасибо, что поддерживаете, приятного по-по-по-по-по-по-по-парассмотра. Если тебя грустно, попроси кого-то, чтобы он сказал тебе, я тебя люблю, 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 я тебя люблю. Всем привет, это я, почтальон Долгопечкин, в эфире наша передача «Я люблю тебя», очередной 32-й уже выпуск. И по традиции, как обычно, я хотел бы начать с шутки, придуманной мной недавно. Вопрос. Как зовут Краба-урбаниста? Вопрос. Назовите имя. Краб-урбанист. Как его зовут? Вопрос. Как зовут Краба-урбаниста? Ответ. Максим Клац. Клац. Что ж, это не все шутки, которые я подготовил для вас за прошедшую неделю. У меня есть еще шутка «Подкол». У меня есть, я придумал шутку, как подколоть вашего партнера. Когда вы куда-то собираетесь выходить, ваш партнер спрашивает, как я выгляжу, как тебе мой наряд, как моя одежда. И вот, что вам тогда нужно сказать, чтобы подколоть своего партнера. Вас спросят, как тебе, тебе нравится моя одежда? И нужно сказать, да, отличная одежда. Жалко, ты в другом идешь. И это будет подкол. Это будет чувствовать себя ваш партнер подколотым. Так. Придумал еще шутку одну про коронавирус. Многие люди говорят, что коронавирус вызван вышками 5G. Я в это не верю. Как можно вызвать то, чего не существует? Да. Отличная шутка, как мне кажется. Она сначала как бы дает нам понять, что человек, который высказывается так, он против конспирологии. Да. Я не согласен с этой теорией. А потом оказывается, что он еще больше конспиролог, чем люди, которые верят в вышки. 5G. Это, собственно, все шутки, которые у меня для вас есть. За это время, за неделю оставшийся выпуск будет, как обычно, просто бубнешь. Буб... Просто. Но уже что-то, народ. Уже что-то. Помните раньше, как в выпуске были, где весь выпуск бубнешь? Сейчас мы уже растем. Сейчас мы уже растем. В предыдущем выпуске было две шутки в начале, и потом полтора часа бубнешь. Здесь три шутки в начале, и час двадцать семь бубнежа потом. Но мы растем, растем. Москва не сразу строилась. Москва очень долго. Она сейчас даже, я бы не сказал, что в идеальном состоянии. Еще есть куда расти в Москве. А что уж говорить про наш подкаст, который не спонсируется всей страной, да? Что уж говорить про наш подкаст, который, в отличие от Москвы, не высасывает средства из всех остальных подкастов, чтобы потом направить на собственные нужды, да? Наш подкаст живет только на ваше подаяние, на ваши ресурсы. Нет такого, что в остальных подкастах собирают деньги, потом отправляют нам, и мы оставляем себе большую часть, а им так сбрасываем ошметки, да? Кто понял, тот понял. Аналогию на российскую нашу. Вот, посмотрите за окном. Действительность. Действительность, так называемая. Я бы сказал, что это не действительность, я бы это назвал. Я бы назвал это недействительность. Вот так я бы назвал. Хорошо. Подумал про голубой огонек недавно, что голубой огонек вообще стоит, я думаю, что нам стоит голубой огонек тоже говорить о нем почаще, потому что это часть нашей национальной психотравмы, да? То есть у нас не принято в обществе говорить о Второй мировой, о революции, да, или о перевороте, октябрьском. То есть у нас эти темы не обсуждаются. Что важнее, как мне кажется, обсуждать голубой огонек, потому что это камень преткновения. Всех трагедий двадцатого века ужасно. То есть передача ужасная. Голубой огонек, формат, то, что сейчас происходит. И я вот подумал недавно, что есть, знаете, такой был однажды проект, когда запустили ученые в космос ракету. И положили там всю ключевую информацию о человечестве, музыку, там картины, да, какие-то блюда, видеокассеты, диски. На случай, если инопланетяне наткнутся в далеком космосе на эту ракету, чтобы они могли немного изучить культуру человечества. И когда я изучал этот проект, я был ошламлен тем, что среди вещей, которые положили в ракету, нет выпуска голубого огонька. Потому что, мне кажется, он должен быть там. Ведь если мы не положили туда голубой огонек, это означает, что мы скрываем ужасные тайны от инопланетян. То есть мы пытаемся перед ними предстать в выигрышном свете, мы пытаемся перед ними быть тем, кем мы не являемся. Мы пытаемся показаться инопланетянам людьми, на чьей планете нет такого кошмара, как голубой огонек. Да, и мне кажется, что это, конечно, это обман. Это будет... Это будет... Это... Это вот таким образом мы подставляем инопланетянчество. Это ошибка инопланетянчества. Вот что это такое. То, что мы не положили голубой огонек. Я уверен, что там положили только лучшие фильмы, лучшие книги, лучшие картины. А что насчет худших творений человечества? Да? Почему в этой ракете положили только лучшее, что придумали люди? Вот это прям в духе вообще людей. Это прям максимально в духе первого свидания. Человечество идет с инопланетянами таким образом на первое свидание. И лучшее все бываливает о себе. Человечество хочет сказать, посмотри, как я рисую. Посмотри, какие фильмы я снимаю. А это я книги пишу. Как тебе такое, инопланетянин? А что насчет темных скелетов в шкафу? Не хотите отправить фото из концлагерей? Не хотите отправить туда тоже, положить в ракету? Было бы... Это было бы честно. Это было бы ужасно. Но это было бы честно, если бы в этой ракете, помимо разных композиций Бетховена... Там также и был фильм Бетховен, да, про собаку. Это было бы честно, чтобы инопланетяне такие... Мы теперь и не знаем, стоит ли нам с ними встречаться. А так мы обманем их. Они нас смотрятся, этих величайших произведений. Потом прилетят к нам и такие серьезно. Так много магазинов, пятерочка у них на каждом углу. Мы думали, здесь только музеи. Так что, я думаю, это важная тема. Я выписал сегодня себе темы, которые я хотел бы затронуть с вами. Очень важная тема. Я продолжаю делать трансляции у себя на канале. Транслирую игры. Мне очень нравится в них играть. И вот болтаю с людьми. Не знал, что мне будет это так нравиться. Сейчас, в отсутствии выступлений, я пытаюсь найти себе новое занятие. Каким-то образом себя развлечь. И вот начал делать трансляции. Понял, что это для меня важно. Потому что раньше в моей жизни она представляла такой вот рабочий процесс. Когда я выступаю на открытых микрофонах. Потом собираю лучший материал оттуда и рассказываю на концертах. Сейчас все это разрушено. Потому что никаких нет выступлений. И мне тяжело. Но вот таким образом моя жизнь подстраивается сейчас, что трансляции становятся для меня новыми открытыми микрофонами. Где я болтаю с людьми. И забавные вещи, которые я говорю, потом запоминаю. И использую их уже на подкасте для вас. В более концентрированном виде. И все шутки, которые я сейчас рассказал. И вот эта часть про голубой огонек. Я уже об этом говорил у себя на трансляции. И поэтому я, конечно, рад, что вот таким образом все складывается тоже в единую картину. Но это не самое простое. Делать трансляции. Очень много труда в них вкладывается. Сейчас я прохожу игру Sekiro Shadows Dice. Очень сложная игра. И я наткнулся в очень много видео в интернете, где люди в ярости играют в Sekiro. То есть, если вы не знали, есть разработчики From Software. И они делают очень сложные игры, где очень сложно. Ты часто умираешь. И как бы в этом суть процесса. Да, здесь какой-то некий даже философский подтекст. Когда ты умираешь в этой игре, в отличие от других игр. Это часть прогресса. Когда ты умираешь в этой игре. Во время схватки с боссом. Это не означает, что ты совершил ошибку. Это означает, и тебя наказали, и ты проиграл. Нет, эта ошибка, эта смерть, означает, что ты, несмотря на то, что локация та же, босс тот же, казалось бы, ты умер, тебе нужно заново с ним драться. Но на самом деле, что происходит, так это то, что ты прогрессируешь благодаря таким ошибкам. Благодаря тому, что ты совершил ошибку и умер, у тебя на один меньше неверных вариантов поведения с этим боссом. Что достаточно философский смысл заложен в эти игры. И ты с каждой смертью, которых будет очень много, с каждой ошибкой, с каждой смертью, ты все ближе приближаешься, ты все приближаешься к победе над этим боссом. Потому что у тебя все меньше неверных вариантов с каждым разом поведения и тактики в бою с этим боссом. И таким образом ты прогрессируешь. Не стоит обманывать себя тем, что ты застопорился. Ты прогрессируешь с каждым разом, ты становишься лучше и лучше. И мне легко понять это, потому что я занимаюсь комедией. И в комедии абсолютно тот же самый подход. Ты выходишь на сцену, рассказываешь шутку, она не смешная. Ты выходишь снова, ты меняешь ее структуру, рассказываешь снова, она снова не смешная. И раз за разом ты выходишь и получается все лучше и лучше. С каждым разом у тебя все меньше неверных вариантов решения задачи, которую ты перед собой поставил. И я вижу очень много видео в интернете, где люди в ярости, у них не получается, они бросают джойстики, они кричат, они бьют по столу, они выбрасывают джойстики и кричат. И у них не получается, и когда они проигрывают, они в ярости. И вот почему это происходит. Потому что люди надеются на сиюминутный успех, люди не готовы терпеть неудачу. Люди считают, что неудача, люди не настроены на то, что неудача это абсолютно нормальная и естественная часть жизни. Большую часть жизни мы терпим неудачи. И поэтому мы так ценим победу, потому что победа это вознаграждение за то множество неудач, которые мы понесли. И каждый раз, когда я вижу людей, которые злятся и выбрасывают джойстики в стену, я думаю, вы вообще, вы что? Я думаю, сколько дней вы здесь? Я думаю, вы только родились, как долго вы здесь? Вы жили до этого, вы жили? Кажется, когда я вижу человека, который играет в сложную игру, и он погибает, и потом злится, и выбрасывает джойстик в стену. Я думаю, ты жил до этого жизнь? Ты делал... Перед тем, как сесть играть в эту игру, хотя бы раз до этого, ты делал дела? В твоей жизни до этого были дела? Ты совершал ошибки? Что ты делал? Ты жил... Ты был в тайной лаборатории, где тебя держали в невесомости и полной темноте всю твою жизнь. Потом они включили свет, включили гравитацию, ты упал на стул, тебе дали игру, у тебя не получилось, и ты такой, я не должен испытывать неудачи, это неправильно, я должен победить. Мне кажется, это странным, потому что, если ты хотя бы раз в жизни сталкивался с любым делом рисовать, рисовать, если ты рисовал хотя бы раз в жизни, ты знаешь, что... Как только ты дойдешь до глаз, рисунок испорчен точно. Если ты хотя бы раз рисовал, ты знаешь точно, что получится плохо. И это нормально, потому что с каждым разом будет все лучше и лучше. Ты делал что-то до игры. Почему ты так злишься? У меня есть ответ на этот вопрос. Потому что все наше образование и вся наша культура выстроены на то, чтобы люди не совершали ошибки. Вместо того, чтобы поощрять совершение ошибок, вместо того, чтобы людей учили, Эй, это нормально, совершать ошибки? Все в порядке, не бойся совершить ошибку. Ошибка – это абсолютно нормальная часть жизни. Ты должен экспериментировать. Экспериментируя, совершая ошибки, ты учишься. Человек учится на ошибках. Знаете, как люди изобрели копья? Знаете, как люди изобрели копья? Люди изобрели копья, когда захотели есть, пошли убивать тигра голыми руками, и он вырезал все племя. И один-единственный оставшийся в живых человек посмотрел на это и такой, «Вау, мне нужно копье!» Разница лишь в том, что в современной жизни тебя не съест тигр. Поэтому цена ошибок настолько низка, что тебе нужно их совершать, чтобы развиваться. Ты больше не умрешь. Даже если ты умрешь, это не имеет значения, потому что людям после тебя будет легче жить. А мы, люди, как биороботы. Именно для этого и существуем, чтобы людям после нас было легче жить, если вы не знали. Поэтому я считаю, что нашему обществу нужно кардинально перестроиться, чтобы мы лучше жили, чтобы каждому из нас легче жилось, чтобы нам хотя бы легче было проходить компьютерные игры. Нам всем нужно переучиться и принять тот факт, что ошибки — это абсолютно нормально. Нас с детства учат тому, что ошибка — это тупик. Так? Если ты совершил ошибку, ты не туда идешь. Вот что это значит. Ты не туда пошел, ты неправильно решал задачу, ты неправильно живешь, ты не читал книгу, ты совершил ошибку. Два. Ты не туда идешь. Куда ты идешь? Учителя говорят в школе, что ты делаешь со своей жизнью? Ты не туда идешь. Ты совершил ошибку, совершаешь ошибки. Нет, это не тупик. Да? Ошибка — это скорее... Это не тупик. Тебе не нужно кардинально разворачиваться назад. Нет. Ошибка — это скорее ступенька, в которую ты врезался. Да? Потому что ты в темноте. Ты в темноте. Ты в темноте. И ошибка — это ступенька. И ты идешь прямо, и ты врезался в нее. И если ты остановишься в этот момент, ты подумаешь, я не туда иду. Я не туда иду. Я неправильно иду, я пойду в обратную сторону. И вообще ничего не буду делать. Ступенька! Я злюсь. Я хочу кинуть ее в стену. Нет. Вместо этого, ты должен идти выше. Используй ошибки как ступеньки к будущему. Мой любимый комикс Стюарт Ли говорит, что в комедии нужно делать то, чего ты боишься. И я абсолютно согласен. Потому что, когда ты делаешь то, чего ты боишься, ты расширяешь свой инструментарий. Когда ты пробуешь новые приемы. Когда ты осваиваешь новые темы. И у тебя не получается. Это не значит, что тебе нужно бросить. Это означает, что ты исследовал новое пространство и понял. Воу, воу, это у меня не получается. Воу, видимо, воу, видимо, это у меня не получается. Попробуй иначе. Это не значит, что тебе не стоило пробовать изначально. Нет. Это значит, что в этой области ты получил весь опыт, который тебе нужно было получить, чтобы стать лучше. И теперь ты можешь попробовать зайти с другой стороны. Так что я считаю, что корень проблемы кроется в образовании. Систему образования, чтобы из интернета пропали эти раздражающие видео, где игроки яростно кидают джойстики в стену, потому что их убил Генетиро в третьей фазе, нужно менять систему образования. Но, конечно, я понимаю, что я... Ну, и я очень спокоен. То есть я очень спокоен. Я очень спокоен. Я вообще не... Самое жесткое, что со мной было на стриме, это когда оказалось, что я ошибся во время битвы с боссом, и я не учел его силу. И я почувствовал себя так, как не чувствовал давным-давно. И это вылилось в ужасную реакцию. Я смотрел в экран и такой... Ух, конечно, да. Это максимум реакции, которую я могу дать. И я от этого чувствую себя хорошо. Я чувствую себя спокойным. Я не злюсь. Я получаю удовольствие от игры. Я знаю, что я прогрессив... Я прохожу эту игру. Я не в тупике. Я прохожу эту игру. Просто эта игра, она выглядит именно... У нее именно такие правила. Твой мозг и твои глаза обманывают тебя. Да, ты в одной и той же локации. Да, ты в одной и той же игровой ситуации. Но ты проходишь эту игру, потому что ты осваиваешь навыки этого босса. Ты становишься лучше с каждой смертью. При этом я понимаю, что с точки зрения зрителя, возможно, это не так интересно смотреть, как... игрока, который впадает в ярость. Я сам, я сам, конечно же, признаюсь. Постоянно на ютубе смотрю видео реакции стримеров на сложных боссов в Секиро. Шанась Тастмайск. Да? Я и... Ну, и я смотрю, и там люди злятся, и я такие реакции ищу. Я смеюсь, когда люди так реагируют, и такие видео набирают просмотр. Я не ищу видео, типа, спокойные реакции. Никто не смотрит видео со спокойными реакциями. Никто не будет искать видео спокойные реакции Александра Долгополова на смерти в Секиро. Где я умираю 30 раз подряд и такой... Ну, ладно. Никто не смотрит такие видео. Где я умер и такой... Так, ну это круговая атака. В следующий раз попробую иначе. Не могу представить, как миллионы просмотров этих видео люди смотрят такие... А-ха-ха, Санёк, блин, конечно. Ну, конечно, ус. Ну, Санька порвало. И люди, а люди хотят. Люди прям хотят такое увидеть. Люди прям хотят. Когда я начал играть в эту игру, люди писали в комментариях О, Санёк, Секиро, ща тебя будет рвать. Ща посмотрим, как Санька порвет Несите нового, Санька. Людям прям хочется это увидеть. С одной стороны, я понимаю, но с другой стороны, немного обидно, что люди воспринимают меня таким человеком. Никто не писал Ох, Санёк, ну... Хороший выбор, тебя это не заденет. Нет, люди писали, О, Санёк, ща сдержись. У тебя бомбанёт. Обидно, что меня воспринимают как такого человека. Обидно, что люди ожидают от меня такой реакции. Я не могу, у меня не получается. Я умер один раз. Я же до этого ничего не делал в жизни. Я же не потратил последние семь лет своей жизни на одно из самых сложных видов искусства, где я постоянно сталкиваюсь с критикой и ошибками. Включите мозги. Но мне нравится, конечно, мне нравится. Вообще, стримы обожаю делать. Я прям получаю удовольствие, но комьюнити стримеров я надеюсь, что я никогда не столкнусь ни с этими людьми, ни с их фанатами, потому что я вынужден смотреть. Я на русском, да, это мой родной язык. Я вынужден знакомиться с миром стриминга, потому что мне хочется набраться опыта, посмотреть, как другие люди это делают. И это максимально не то, что я хотел бы смотреть вообще. У каждого стрима, каждый стрим сейчас начинается с того, что человек сидит и такой, да, я сейчас завел новый канал, мой старый заблокировали, и за что, за что этот твич с его фашистскими правилами заблокировал меня? Опять! За что? Мне прислали пояснение на e-mail, написано, хейт спич, ну какой хейт спич? Ну какой хейт спич? я не делал ничего такого никогда! Потом ты проматываешь вперед и он такой, смотрите, эти, эти вон прям толпой стоят, как геи, как петушки. И мне кажется странным, когда люди критикуют Америку за то, что на твиче такие правила. Вот, меня забанили, Америка, страна свободы, зло, эй, 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 эта страна называется США, эта страна не называется Твитча, это не синонимы, это сайт, ты на сайте, и у них правила. Ты можешь делать свой сайт со своими правилами, где будет такая свобода слова, как ты хочешь, и вы будете унижать друг друга так, как вам удобно целыми днями. Вы можете сделать сайт, где вы делаете трансляции, и у вас гифки, только мужские половые органы, их можно использовать, и вы обмениваетесь ими все время и смеетесь. именно отчасти поэтому мне хотелось бы заниматься трансляциями игр, потому что я очень люблю игры, и мне очень больно от того, что на русском языке я не могу найти для себя контент по этой тематике. В целом, по этой же причине я и начал выступать, потому что я люблю комедию, но, к сожалению, я не смог найти для себя комика, который бы мне нравился, и я решил сам стать таким комиком, но пока у меня не получается. Из важных событий, также я на волне этого помешательства на конспирологии я начал вспоминать другие конспирологические теории, и, как мне кажется, одной из самых важных конспирологических теорий странных последних нескольких лет является теория, по которой Бориса Немцова убил не Путин, не люди, связанные с властью, а наоборот оппозиционеры другие. Есть теория такая, по которой Бориса Немцова убили не оппозиционеры, не власть, оппозиционеры. Вот как люди оправдывают это. конечно, его убили на Красной площади. Разве Путин стал бы убивать его на Красной площади? Это подстроили оппозиционеры, чтобы подставить Путина. Я решил копнуть глубже, и я в свою очередь выдвигаю новую теорию, по которой я считаю, что Борис Немцов заказал свое убийство сам, чтобы подставить Путина. И таким образом, подставив Путина, подставить оппозицию. И инопланетяне, они тоже там, они тоже были там. Мне просто нравится консиферология с инопланетянами, я понял, что хочу сюда их как-то приплести, но не знал как. Но они были там, они были, они видели это. Они видели, если присмотритесь, они летели там в этот момент. Девушка, с которой шел Немцу, она была, думаете, она была, она из них. безумные теории, так что, да, я считаю, что на самом деле, Немцов давным до, вот что произошло, Немцов убил Путина, почему он был на Красной площади, потому что незадолго до этого он убил Путина, так, и потом подстроился, и вот что он сделал, он убил Путина, Немцов убил Путина, и снял с него кожу, и надел на себя, а свою кожу снял и надел на Путина, и тело мертвого Путина в своей коже и одежде он отнес на Красную площадь, чтобы думали, что убит Немцов, а это был Путин, да, в коже и одежде Немцова, а настоящий Немцов сейчас управляет страной, чтобы подставить оппозицию и Путина, и, кстати, он придумал вышки 5G, коронавирус, коронавирус, думаете, случайно так назван? Коронавирус, Немцов, коро-на-вирус, н-емцов, люди обвиняют конспирологов в том, что они необразованные, да, и вообще занимаются глупостями, но, мне кажется, все равно это достойно уважения, да, это тяжелая работа придумывать конспирологические теории, и в этом смысле, мне кажется, что нет смысла, то есть, вот люди часто задаются вопросом, а чем заняться в жизни, и мне кажется, что по большому счету смысла нет, то есть, любую профессию возьми, любой профессии, чтобы хорошо зарабатывать и быть профессионалом, нужно вложить очень много труда, очень много труда, очень много труда, чтобы хорошо зарабатывать, быть успешным специалистом в своей области, неважно в какой-то области работаешь, нужно очень много труда вложить, и в этом смысле, мне кажется, не имеет значения, кем быть, потому что везде нужно вкладывать много труда, единственное, что тебе нужно выбрать, это какой труд тебе было бы комфортней самому вкладывать, что было бы тебе комфортней делать, чтобы Какое дело тебе было бы комфортно делать, зная, что тебе нужно много труда будет вложить? Грубо говоря, на какой каменоломен ты хочешь? То есть, это вопрос, он уже не так стоит сложно, да? Сейчас ты можешь выбрать, типа, уже выбор больше, типа, программист, строитель или художник, да? Уже не такой выбор, как раньше тебя ставили, да? Ты на какой каменоломне хочешь работать? На урановых рудниках или на угольной шахте? Да, и ты такой, ну, мне больше нравится, вот та зеленая светящаяся, я люблю, когда красиво, когда выглядят, поэтому на урановые пойду рудники. К тому же, там удобнее, через некоторое время у тебя еще две руки вырастают и удобнее работать. Но, по сути, это выбор в той же самой плоскости даже сейчас, да? Какой труд тебе комфортнее было бы много делать, чтобы преуспеть? И в этом смысле, мне кажется, не имеет значения, кем быть, потому что в любой профессии нужно вложить много труда, верно? Поэтому я абсолютно не понимаю людей, которые становятся мошенниками. Ведь если в любом труде нужно вложить много сил, чтобы преуспеть и хорошо зарабатывать, то абсолютно нет смысла быть мошенником. Ведь мошенник, по сути, это человек, который увиливает от труда, чтобы заработать много денег. Но, сюрприз, чтобы стать профессиональным мошенником, нужно вложить много труда в это тоже. Какой смысл тогда быть мошенником, я не понимаю? Хорошо, ты можешь быть плохим мошенником и получать там так же, как получают любые люди на низкоквалифицированной работе, да? Ты можешь получать, типа, ты можешь быть мошенником, типа, писать людям со взломанных страниц, типа, скинь мне деньги, я твой отец. И ты такой, мой отец давно мертв, не пиши мне. Да? Ну, то есть, мой жив, если что, это лирического персонажа. Но, чтобы стать прям профессиональным мошенником и зарабатывать столько же, сколько зарабатывает профессиональный строитель, тебе нужно вложить столько же труда, сколько строителю. Но только строителя не посадят за то, что он очень трудится, а тебя в любой момент могут посадить. Ну, нет, строителя в нашей стране посадят, если он прям очень много трудился, и он супер успешный, тогда точно посадят. Но если он такой, типа, среднестатистический трудяга-строитель, то все будет в порядке. Мошенников, это сколько труда надо? Хорошо, чтобы стать хорошим строителем, что надо делать? Закончить архитектурное, лучший университет, да? Одежду тебе нужно купить специальную, там, комбез, каску, да? Да, и, ну, мы же не хотим всю жизнь работать именно на стройке, да, строить физически. Мы хотим стать строителем высококвалифицированным, поэтому заранее лучше вложиться в бумажечку с ручкой, чтобы было пространство для роста. А то тебя повысят, скажут, ты теперь главный строитель, ты должен распределять, кто чем занимается. И ты такой, а у меня нет бумажки с ручкой. И они такие, ты так, да, я не повышаем тебя. У кого есть? Кто умеет писать здесь? Нужно научиться писать, нужно научиться держать предметы эти. Нужно научиться, нужно научиться в пространстве ориентироваться, типа, куда. Нужно научить, выучить жесты, типа, ближе или от себя, чтобы тебя не задавило камнем, огромной бетонной плитой. Короче, очень много труда надо вложить. Деньги, инвестиции, заняться, открыть свою фирму. Эти еще обманутые дольщики, если появятся. Это очень тяжело. Нужно очень много сил вложить в строительный бизнес, чтобы стать успешным. И сейчас, мой дорогой зритель, ты думаешь, ой, как много сил надо вложить, чтобы стать успешным строителем. Пойду-ка я лучше в мошенники, и обойдя весь труд, я стану богатым. Но, чтобы стать успешным мошенником, нужно не меньше вложить труда. Что для этого нужно? Что, вот что, чтобы стать хорошим мошенником, что для этого нужно? В первую очередь, пойти в мэрию работать. Ну, для начала. Так, вступить в Единую Россию. А её сейчас самоизоляция, как ты найдёшь их офис этот, их ещё и начали камнями сейчас закидывать, коктейлями Молотова. Мало ли попадёшь под этот булыжник, ещё тебе этот Навальный, потом ещё это сколько надо труда потом вложить в то, чтобы замаскировать, пошить огромное полотно, где нарисованы деревья, чтобы накрыть весь свой особняк этим полотном, чтобы с квадрокоптера Навальный не понял, что у тебя здесь дом, чтобы он летел и такой, так, тут много домов, здесь лес какой-то, и там дальше дома других чиновников. Это сколько надо труда вложить, чтобы скрыть награбленное, чтобы уйти от закона, чтобы поменять лицо себе, физически сделать пластическую операцию, когда сменится режим, и всех начнут вешать на фонарных столбах. Это едва ли не сложнее, чем заниматься честным трудом. Учителя, конечно, вы можете сказать, а что учителя, Саш, можете сказать? Учителя бедные, сколько бы они ни трудились. Есть люди, вы можете сказать, которые много трудятся, и они бедные, Саш. Что с ними делать? Ну, я отвечу, идите в бизнес. Хорошо. Да, кстати, вы могли заметить, что у нас красивое, уже не первое видео, где люди говорят о том, что у нас с Лизой красивое жилье, да, очень красиво здесь все устроено, здесь у нас листочки, у нас свет здесь красиво настроен. Все у нас выглядит классно, мне тоже очень нравится здесь, но, к сожалению, вынужден вам признаться, мы с Лизой съезжаем отсюда, мы переезжаем в другое жилье, которое нам нравится не меньше, но выглядеть оно будет не так круто. Если вы думали, что это мой текущий уровень жизни, нет, нет, это мой уровень жизни по инерции еще, то, как выглядит моя квартира, это остатки моей прошлой жизни, когда я был успешным российским комиком. Помните такие времена, когда я ездил и выступал, когда у меня были деньги, когда у меня был заработок, помните, выходили еще на выступление, помните, я был такой, помните, помните меня, я был с микрофоном стоял на сцене еще, и я был нарисован на билетах, которые вы покупали, и вот то, что вы видите, это я по инерции доживаю ту свою клевую жизнь. Моя новая жизнь, где у меня нет никакого заработка, и я живу на то, что вот проедаю то, что у меня осталось с выступлений, она не предполагает такого потрясающего интерьера, и мы переезжаем с Лизой в наше новое, другое жилье, которое нам нравится не меньше, но, естественно, там все не так выглядит современно, и это жилье, куда мы переезжаем, оно дешевле. Конечно, это главная причина, потому что оно дешевле, чем то, где мы живем сейчас, мы не можем позволять себе очень долго жить в этом жилье без работы, мне очень жаль, но придется съехать, потому что иначе никак, иначе никак не договориться, нам и так уже снизили почти в половину арендную плату, мы все равно это не можем тянуть, и, как известно, с жильем, да, ужаться нельзя, ты можешь просто съехать с жилья, то есть с едой можно, если ты можешь себе сказать, хорошо, я не буду полгода покупать дорогие продукты, я откажу, я буду есть не три раза в день, а два я буду раза есть в день, и я сэкономлю много денег, и еще протяну некоторые, с жильем нельзя так, ты не можешь позвонить хозяину и сказать, слушайте, я тут на балкон не буду заходить полгода, можно аренду снизить, и он такой, ну хорошо, вы же не пользуетесь балконом, балкон, это одна пятая от всего пространства жилого в помещении, которое вы снимаете, значит, а на, сколько, значит, на одну пятую дешевле, я буду сдавать вам квартиру, это одна пятая, одна пятая, у меня, не то, чтобы у меня большой балкон, чтобы у меня маленькая квартира, хорошо, слушайте, я еще в кладовку не захожу, и я все вещи оттуда достал, можете мне прислать фото, вот, посмотрите, там нет вещей, и я не захожу в кладовку, ну хорошо, ну раз вы не используете кладовку, а кладовка, это, ну давайте еще меньше будете платить, и ты такой, фу, хорошо, я протяну еще немного, и в конце ты просто на кухне стоишь, потому что отказался от всего другого пространства, и хозяин такой, ну вы раз только на кухне стоите, вот так вот, очень ровно, и не двигаетесь, то, ну, можете платить вообще, можете вообще бесплатно здесь находиться, потому что вот там, где вы стоите, это прям, там потолок протекает, и я за это деньги брать не хочу, и ты такой, спасибо, протягиваешь руку, и он такой, во-во-во-во, вот, а теперь вы вот руку протянули, вот на это пространство, а оно уже сдается, и ты такой, ах, блин, я тогда здесь буду стоять, хочу бесплатно жить, нет, за жилье нужно платить всегда, поэтому нам нужно выбирать жилье дешевле, ну и, конечно же, я понимаю, как арендодателям сейчас тяжело, они не обязаны идти на уступки, но, конечно, иногда обескураживает отношения людей, обескураживает то, что я, я вообще рад, я рад, и я счастлив за людей, которым везет с арендодателями, есть люди, которым снизили, да, очень сильно арендную плату, которым отменили пока на время безработицы арендную плату, есть такие люди, я счастлив за вас, я счастлив, но нужно, конечно же, помнить о том, что есть арендодатели, которые себя так не ведут, арендодатели, это, это полностью, полное невезение снимать жилье у человека, который оторван от реальности, да, и представьте, какой кошмар снимать жилье у ковид-диссидента, можете себе представить, когда ты такой, извините, у меня нет денег сейчас платить из-за коронавируса, ой-ой-ой-ой-ой, все, запудрили голову тебе каким-то там коронавирусом каким-то, нет, 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 алло, алло, и это все только в наших головах, ты подумай-то мозгами, пока туда чип не вживили, какой коронавирус, какая самоизоляция, выйди на улицу, я пришел к себе, посмотри, я в маске, я в перчатках, нет, я голый стою перед тобой, специально хожу без одежды, это мой протест против мировой закулисы, которая хочет сделать нас прививочными рабами и объединить нас в единую нейросеть, а потом взорвать наши головы, так что плати всю сумму, и ты такой, эх, у меня нет денег, и он такой, тогда будешь моим секс-рабом. Не хотелось бы быть секс-рабом своего арендодателя, да, поэтому нужно найти того, которому ты можешь платить. Многие люди остались вообще без работы, без жилья люди остались, и я поражен тем, насколько, насколько, насколько мы спокойны при этом. Это же паника, это же паника, это же истерика. Люди остались без жилья и без денег, вы можете себе представить, такие люди есть уже, все, вы думали это только в фильмах про, в книгах про Оливера Твиста? Вы думали это только в книгах про Джека Потрошителя? Есть люди, у которых сгорел дом, и они всего лишились? Вы думали это только в киноэпопеях про Великую Отечественную? Нет, вот уже сейчас, уже сейчас, есть люди, у которых нет жилья, большей работы. Это полный кошмар, конечно же, поэтому я не жалуюсь на свое существование, как минимум у меня есть жилье, но стоит признать, что мой уровень жизни катастрофический, он находится в полете на данный момент. Мой уровень жизни, я цепляюсь, пытаюсь ухватиться, чтобы не упасть еще сильнее, пытаюсь ухватиться за уровни комфорта, которые мелькают вот так передо мной, пока я несусь в эту бездну, но оказывается, что очень хлипкая, хлип, они как веточки рвутся и падают дальше вместе со мной. А-а-а, я лечу и так, а-а-а-а, ладно, 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 буду заказывать еду два раза в день, а-а-а-а, это тоже не получается, а-а-а-а, ладно, 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 хорошо, ладно, ладно, отменю все подписки, я ставлю подписку на Нетфликс, а-а-а-а-а, нет, все равно, все равно все ниже, когда же уже дно. Но на дно я не хочу, потому что уже не могу представить, как это, каково это вернуться в Воронеж, да, поэтому я играю в игру секира, чтобы изучить самурайские техники на случай, если поездка в Воронеж будет неизбежна. Итак, давайте посмотрим, что еще хотел вам рассказать, мне нравится, как идет, много приколов, вам рассказываю. Ноль нытья сегодня, чисто приколы, чувствуете? Мы продолжим дальше с приколами, но для начала мы прервемся на нашу уже ставшую традиционную рубрику новости недели из жизни Александра Долгополова. Смотрим! Что? Да готово. Я начинаю? Давай, да готово? Начинаю. Хорошо. Так, мы начинаем с главной новости, с суперновости, я бы сказала. Мы переезжаем из квартиры, Саша это уже сказал, он спойлернул мой сегмент. Ничего. К сожалению, мы переезжаем из этой потрясающей квартиры, она очень красивая, и нам здесь очень нравится, здесь очень все приятно обустроено, но, к сожалению, она очень-очень дорогая. Соответственно, мы вынуждены переехать в квартиру, которая не такая офигенная, просто нормальная, но зато она сильно дешевле. И, конечно же, я расстроена, потому что мне придется оставить моих цветовых детей здесь, без меня, и я не знаю, как они выживут, но, к сожалению, мне нельзя ничего забирать, что не принадлежит мне из этой квартиры. Это, наверное, самое обидное, потому что я хочу как минимум забрать все картины отсюда, забрать ту офигенную лошадь, буковку А, и цветы, и лампу, и вообще все, что мне нравится, но... и ковры, и ковры мне очень нравятся, но мы вынуждены все это оставить здесь. Поэтому, да, мы будем скоро вести этот подкаст из менее прикольной обставленной квартиры. Готовьтесь. Так, еще я хотела добавить новость, которая больше от меня. Я хотела сказать то, что я сейчас слушала, как Саша разговаривает про проигрыши в играх и про стриминг игр. Мне кажется, что это... в этом есть что-то потрясающее, глубокое и философское. Я считаю, что Саша должен вести уроки психологии и вообще учения игровой культуры для масс. Пожалуйста. Так, следующая новость, это очень важное для моего сердечка. Саша придумал танец дурака, это выглядит очаровательно, и я буду показывать это где-нибудь. Он недолгий, но он очень милый. Саша это сделал, и мы им очень гордимся. У Саши появилась также новая привычка, которую я не могла оставить без внимания. Он ходит вокруг моего стола и позирует, когда я работаю или когда ему что-то нужно. Я могу даже показать, как он проходит мимо и такой... Ой, сейчас. И такой... Лиза! Лиза, скажи мне, пожалуйста, у нас есть йогурт? Вот, и после этого я даю очень растерянный ответ, и он убегает. И я не знаю, как мне продолжать работать после этого, потому что это очень сильно отвлекает меня. Что ещё? Ещё новость. У меня на прошлой неделе был день рождения, и Саша подарил мне набор лего с платформы 9.75. И там есть Рон, там есть Гермиона, там есть Гарри, там есть женщина, которая раздаёт пирожки, там есть Дементр, там есть Люпин. И это очень клёво, потому что я давно не видела такого количества персонажей в таком небольшом наборе. Это очень здорово, и было очень интересно собирать, и я собрала это всё за один день. И Саша хотел мне помочь, но не помогал. Потому что ты мультик. Потому что он смотрел мультик, а я была очень рада, что я собирала всё это одна, потому что я хотела собрать всё это одна. Дальше. Дальше новость заключается в том, что мы начали играть в Монополию. К сожалению, из-за того, что мы готовимся к переезду, я уже... Ой. Я уже собрала игральную площадку, и весь наш прогресс потерян. Но я могу пересказать, что было. Как мы играли? Мы начали играть, и я пыталась скопить денег так, чтобы мне можно было бы сделать умные вложения. Саша не придерживался никакой стратегии вообще. Ему давали 200 денег, и он их тратил на первую попавшуюся вещь. И потом обстраивал. Короче, он тратил деньги вообще на всё, и потом у него деньги кончались, а так как это, ну, игра, она такая же, как жизнь, кидает очень неожиданные вещи в тебя. Ты должен платить кому-то деньги или платить игре деньги, типа, в банк отдавать. Но из-за того, что у тебя нет денег, ты такой, о господи, что делать? И тебе приходится закладывать всю свою собственность, чтобы оплатить свои долги. И Саша это делал, ну, раза три уже. То есть он сначала проходил, покупал кучу ерунды. Потом у него деньги кончались, и он всё это потихонечку закладывал. А потом у него снова появлялись потихонечку деньги, и он их начинал тратить. Помимо того, что он хотел, он, я ему напоминала, что он может выкупать свою собственную, ну, свою собственность. Он этого не помнил, он пытался купить новую собственность, пока у него вся остальная заложена в банке, что как бы, ну, не самая умная вещь. И я даже не уверена, мне кажется, так нельзя. Короче, Саша это делает, и я такая, Саня, пожалуйста, скупи всё, что у тебя есть уже. И он такой, а, да, точно. Начинает покупать, и потом снова закладывает, потому что деньги заканчиваются, он тратит их на... Что-то там... Вообще на всё, на всё, что никому не нужно. Электростанция. Это, а? Электростанцию ты закладываешь постоянно, ты её выкупаешь и закладываешь сразу же. Короче, да, а я пока, пока Саша этим занимался, я стала железнодорожным магнатом. Все станции железнодорожные принадлежали мне. Я сгубила всё, что красное, я скупила всё, что розовое, и я начинала скупать всё, что оранжевое, просто чтобы... Ну, потому что, блин, в этом заключается игра. В общем, я выигрывала, поэтому Саша не хотел со мной играть после того, как он всё заложил в очередной раз. Из этой новости следует подвести какой-то итог, то, что Саша не умеет обращаться с деньгами ни в жизни, ни в игре. У нас ещё есть новость, ну, это не то, что новость, это скорее я хотела бы, чтобы люди уже наконец-то поняли это, потому что я всё время натыкаюсь на этот вопрос. Я хочу наконец-то подвести черту под этим вопросом, чтобы никто больше его не задавал, потому что немножечко он начинает уже действовать на нервы. Саша вернулся в Москву. Саша уже вернулся давно, и я вместе с ним. Мы живём в Москве с февраля месяца, и мы никуда пока что не можем уехать. И мы вернулись. Одна из причин была того, что мы не могли ехать никуда дальше, потому что начался жёсткий карантин везде. И, соответственно, мы вернулись домой, и мы пережидаем весь этот карантин дома, потому что мы не могли работать дальше, и мы чуть не застряли в Австрии. Вот. Мы вернулись, теперь мы здесь, и мы хорошо себя чувствуем. Спасибо за вопросы о том, где мы находимся. Мы в Москве. И спасибо большое за то, что смотрите сегмент новостей жизни Александра Долгопольчикова за неделю. Й-й-хи. Всё, спасибо. И обратно к подкасту. И это снова передача «Я люблю тебя». Спасибо, спасибо, что вы всё ещё с нами. Как обычно, в конце у нас страничка музыкального. Как бы я вас отпустил, без музыки, конечно же, никак. Сейчас будет немного музыки для вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 сегодня я дома сидел сегодня я два раза ел но мне придется выезжать и своей любимой квартиры мне придется искать нового арендодателя и это была наша музыкальная страничка давайте еще раз дадим шанс этой рубрике рубрика новая мы ее раньше не делали давайте еще раз ей дадим батарейки сети ну ничего в следующий раз мы обязательно строим эту рубрику еще и напоследок я бы хотел еще у нас новая рубрика вы знаете что я пишу автобиографическую книгу и как человек который понимает что я не могу выпустить книгу просто так ведь ее никто не купит я решил на своих подкастах каждый выпуск теперь рекламировать свою книгу читать вам отрывки из моей автобиографической книги которые уже написано я продолжаю дополнять сегодня я вот прочту вам один из отрывков моей книги которые на данный момент является одним из моих любимых пожалуйста под ваши аплодисменты автобиография александра долгополова вместе на пути и тогда я вышел и пошел по полю поле надо сказать было очень красивым там бы пшено и рожь и разные травы росли и лошади бегали по полю и смеялись и гогой google ахаха я лошади и так было хорошо и природа так дышала и летали бабочки вокруг и было солнце и облаков не было было голубое небо я был русской рубахе и у меня в бороде было молоко и мед они застряли там потому что я пил молоко с медом до этого было тепло и я упал в поле в траву и сказал маринка маринка как хорошо то у нас на хуторе жалко что придется уезжать ах саша не уезжай сказала маринка эх маринка да не могу я остаться надо мне на войну с белыми белые подходят к нашей губернии а я записался в добровольца наш казачий отряд записан в добровольца мы должны воевать с белыми ах сашка ах сашка погибнешь же ты убью тоби эх маринка не для того меня мамка растила сказал я вытирая пот салба чтоб белые меня застрелили именно такой у нас вот отрывок выдался на этой неделе из моей автобиографии александр долгопылов вместе на пути также я хотел бы вам в конце как обычно порекомендовать видео которые я смотрел на этой неделе очень много крутых видео вышло и было в интернете не все я смотрел новые некоторые уже были там когда я зашел в интернете очень смешное видео называется news anchor loves at worst police sketch fail news blooper ну я понял что здесь на бизнес что я знаю английский для тех кто не знает это очень смешное видео где там шарж ну то есть нарисован найти когда зарисовывают преступника по показаниям свидетелей и потом показывают по новостям чтобы дать ориентировку и вот в этом сюжете показано что очень плохая зарисовка то есть кого-то ребенок там рисовал и потом оказывает преступника который найден по этой ориентировке и это вообще вообще не похоже людям вообще не похоже но самое смешное что атмосфера передана верно обязательно посмотрите такое видео дальше я смотрел видео которое называется how german sounds compare to other languages где разные слова говорятся на разных языках и потом в конце один раз это слово произносится на немецком и там типа аэроплейн аэроплейн аэропланы и потом на немецком то есть здесь используется старый прием того что люди смеются над немецким языком и мне кажется это плохо не надо так делать я посмотрел это видео чтобы поставить дизлайк также я смотрел видео 255 идет называется zelda music to relax study work game где очень красивая музыка из игры вселенной зельды зельде легенда о зельде и мне нравится что в этом названии перечислено все чем может заниматься человек zelda music to relax study work game мне кажется уже так много занятий все основные занятия перечислены которыми может заниматься человек прям они все перебрали можно было и не писать тогда если эта музыка под любое вообще действие relax отдых чем может заниматься человек дайте перечислим основные виды деятельности человека отдых работа да и здесь есть work relax тут даже стадии game есть даже больше тут на два дела больше чем делает человек в жизни обычно человек отдыхает или работает тут даже эта музыка подходит еще и для учебы и для игры вы спросите для секса подходит ли она но здесь смотря что для вас секс это может быть как и как игра так и работа так и учеба может быть да возможно вы не знаю хотите у вас есть цель в сексе и вы такие я владею этой целью я научусь обязательно релакс релакс тоже может быть секс может быть релаксом да для это но это для сильных людей это для сильных физических людей для меня это всегда для меня это всегда усилия некоторые требуется так что непонятно зачем здесь я бы назвал это видео zelda music и люди такие интересно мне подходит я дальнобойщик я могу конечно можешь эта музыка для любого для любого действия которое может человек представить только они будут обновлять название каждый раз когда новое действие придумывается zelda music to relax study war game teleport также я вот смотрю я очень злюсь потому что я последнее время смотрел много видео по игре resident evil 3 ремейк и есть канал где они на компе делают моды чтобы главную героиню нарядить во всякие откровенные наряды и это такой трэш и они просто не в рекомендациях сыпятся я я включаю чтобы позлиться чтобы посмотрите такой какие же идиоты делают и увеличивают грудь там знаете откровенные декольте всячески издеваются над ней и в такие моменты я жалею что youtube это не моя площадка чтобы забанить этот канал я написал в youtube с просьбой забанить этот канал и все остальные каналы которые мне не нравятся так что еще смотрел студенты мхата пародия на тину канделак и сергея безрукова и сергея безрукова смотрел студенты мхата это пять лет назад и 590 тысяч просмотров всего где первокурсники пародируют телеведущих и получается пародия в стиле большой разницы то есть не получается как крутая пародия знаете где они снимают круто детали и какие-то ужимки героев и строится сюжет там на образах а именно чисто квенская пародия то есть чувствует что они прописали заранее там такой прикол что тина канделаки и типа сергей безруков они внешне похожи но ведутся они вообще не так они там суть комедийная какая что она очень много говорит и не дает безруков сказать типа вот вы сергей скажите вы как человек успешный будем много вы зарабатывать и он такой и она такая но вы но вы подождите подождите с ответов я думаю что вы как актер очень духовно развитый человек это так и вот такой и она такая последний раз вы снимались в это ну то есть вот так все идет ему даже не дают сказать и ты смотришь и такой блин а этот актер реально похож на сергея безрукова может быть он реально бы круто его спародировал я понимаю что я сейчас критикую первокурсников первокурсников театрального вуза до студенты мхат причем даже не самая лучшего да потому что в россии вообще не верю в российский театр если что мы вы может меня разубедите но я не верю потому что как минимум как комедийного театра комедийного в россии нет я как вот это могу сказать точно есть импров театр зарождается в россии так это малая форма большой формы есть там пару человек которые этим занимаются и учат людей большой форме малая форма зарождается хорошо театра комедийного театра комедии в россии нет еще нету еще нету смешных людей смешных актеров еще нету в россии которые могут играть комедию я не знаю если это как вейни но я об этом не слышал по крайней и не видел если есть если я ошибаюсь скажите мне но я привык к тому что я про российскую комедию знаю все редакция news бесконечный карантин полицейская этика кризис в рпц смотрел сегодня вот это видео тоже советую вам все новости вообще новости сейчас все делают новости редакция делает новости каждого воскресенье на каждом канале выходят новости где одни и те же новости рассказывают просто разные люди выбирай любого себя ведущего новостей был киселев для стариков сейчас вот для любого возраста есть свой человек ретранслирующие новости так как тебе бы нравилось что не может не радовать но все-таки своего я не найду еще пока что не могу найти который бы меня полностью удовлетворял вот редакция более-менее до нейтрально такое как бы можно это можно смотреть без код посыла какого-то интересно но наверно мне и новостями придется заняться до чтобы были новости которыми интересно смотреть вообще вообще сложно быть человеком которому которого много не устраивает и понимаешь что кроме тебя никто не сделать приходит делать самому собираюсь одежду тоже начать делать себя шить сам потому что никто для меня не сошьет лучше одежды чем я сам готовить я себе не буду потому что я точно знаю что готовить я хорошо не научусь никогда монтировать тоже вот я знаете монтаж вообще я так к этому отношусь что вот я когда снимаемся мы то есть есть вещи которые я точно понимаю что я хорошо не сделаю монтаж вообще не моё если вы увидите и я почему не монтирую допустим подказ я люблю тебя что я плохо монтирую я плохо монтирую у меня настолько у меня настолько у меня я настолько оторван от реальности что когда я монтирую люди потом смотрят и мне нравится то что я смонтировал никогда в любое видео посмотреть какое я монтировал это невозможно смотреть я безумец я безумец я не могу монтирую я свои выступления не монтирую просто потому что уж лучше так уж лучше с не смешными шутками я монтажом только все испорчившие плохо монтирую я вот снимаюсь пора разбираться и они иногда вырезают моменты которые мне кажется что не стоило вырезать но я не говорю им об этом потому что я знаю насколько это сложно монтировать и что я к этому вообще не причастен был к монтажу и с моей стороны будет просто свинство говорить им что мне кажется вот в этом моменте стоило бы смонтировать иначе потому что я знаю что это насколько тяжело я знаю насколько это тяжело смотреть не смонтированную весь версию что я смотрел вот эти вот моменты несколько минут в целыми к целым куски шоу, когда люди не смеются, и когда участники просто кричат, ну, в основном я, просто вяжу, вяжу и матерюсь. Полный кошмар. Это смотреть два часа, и потом это монтировать, это очень сложно. Поэтому, что бы они ни сделали, я вообще, я молчок, хрот на замок. Меня, даже если я однажды посмотрю выпуск, и там меня вырезали полностью, я вообще ни слова не скажу. Потому что я знаю, как сложно монтировать. Если я включу выпуск, и вместо меня меня закрасили чёрным квадратом, просто больше, или заблюрили меня, я посмотрю и такой, вообще без претензий. Я знаю, как сложно монтировать, и это абсолютно было оправдано. Кстати, недавно у стендап-клуба был день рождения, 5 лет, потрясающая дата, я вас всех поздравляю с пятилетием стендап-клуба, и я сам, для меня это важная дата. Я 4 года работаю в стендап-клубе, и участвую в проектах, делаю два живых шоу в клубе, и также снял два сольника на канал клуба, и третий снял на свой канал, потому что уехал и не знал, да, что будет дальше со мной. Так что я вас поздравляю. Это важное событие для российской комедии, в которой уже много чего есть, но комедийного театра всё ещё, напоминаю, нет. Хорошо. Смотрел ещё YouTube Self-Certification Program for Monetizing Creators. Это у нас там в конторе для креаторов, YouTube-креаторов, там видос новый вышел на канале, но это там... Не будем об этом сейчас, голову вам этим забывать, то это для нас, чисто для нашей касты креаторов. У вас бывает такое, что вы открываете историю видео, и видите, и смотрите видео там в ленте, что вы посмотрели, и вы такой, я смотрел это видео? Подождите. Я серьёзно смотрел? То есть, подождите, когда это я смотрел видео? То есть, вам кажется, что вы реально либо с ума сходите, либо вас взломали? Потому что вы смотрите в ленту и такие, подождите, а в какой момент дня я посмотрел сегодня видео под названием Ninja Alligator Climbs Fence? Где аллигатор залазит на забор? Подождите, меня взломали? И ты начинаешь думать, что если меня взломали? Но с другой стороны, что это за хакеры, которые взломали меня, чисто для того, чтобы с моего аккаунта посмотреть видео Ninja Alligator Climbs Fence и следующее видео Alligator in my sewer. Да, мы, пожалуй, взломаем аккаунт Санька. Для чего? Мы украдём данные его карточек, чтобы украсть оставшиеся гроши, которые у него есть, на то, чтобы дожить свои жалкие дни. Ммм, смотри глубже. Да, ты думаешь о том же, о чём и я? О, нет, ты грязный извращенец, да. Мы посмотрим с его аккаунта моё видео про аллигатора. 2,8 миллион просмотров. Что это за видео такое? Ninja Alligator Climbs Fence. Аллигатор ползёт возле... Аллигатор ползёт к забору, чтобы залезть... Ха-ха-ха. Блин, я не могу вставить видео, потому что YouTube забанит всё. Если что-то вставлять, я уже на эти грабли наступаю, буду вам просто говорить, что там происходит. Аллигатор ползёт вдоль забора и шипит Аллигатор. Он возле забора замер сейчас. Стоит Аллигатор, смотрит. Чувак, который снимает Аллигатора прям так вот. Аллигатор полез на забор как Человек-паук. Аллигатор лезет по забору. О, Господи, Аллигатор перелазит в забор. Ха-ха. Аллигатор перерез забор и упал в кусты, просто упал как игрушкой. Катается там. Всё, он уплыл в воду. С ума сойти, я это смотрел? Зачем? Давайте ещё одно видео расскажу. Сколько там времени осталось? Пять минут осталось. Что ещё? Много смотрел про игру Секира, мне было интересно узнать, чё там, какие приколюшечки есть в игре. Много интересных видео, очень много про Секира смотрел. В основном про игры. Иван Гай, Иван Гай вернулся на Ютуб, вы знали? С ума сойти, я посмотрел видео Иван Гая, оно называется «Музыка из мемов», где Иван Гай говорит, что он вернулся на Ютуб, и вы знали, почему он уходил, потому что он понял, что Иван Гай, это его не настоящее имя, кстати, его не зовут Иван Гай, то есть это никнейм, да, и он сказал, что, его зовут Иван, и Иван сказал, что Иван Гай это персонаж, и он очень активный, и он всё время жизнерадостный, и в какой-то момент Иван понял, что он не может только так себя выражать, ему нужно ему нужны ещё способы выражения других эмоций, то есть он придумал, и он не мог больше делать видео на канал, вот видите, и он сказал, что он понял, что не может больше быть таким активным, он придумал Аван, то есть у него другой персонаж грустный, да, и теперь он вернулся снова, чтобы нас веселить, 15,9 миллионов подписчиков в небо, король ютуба вернулся, король жуткого ютуба Иван Гай вернулся, чтобы чтобы сесть на свой пустующий трон, я честно говоря не знаю, как это относиться вот к таким людям, которые, ну то есть звучит глупо, то есть с одной стороны можно понять, то есть есть люди, которые чисто работают в персонаже, да, Контенди Кауфман, он не мог быть собой, ему нужно было множество, разбить свою личность на множество персонажей, чтобы выразить себя в творчестве, да, много таких людей, кто, например, еще помимо Энди Кауфмана, Райкин, да, чего нет, Безруков, да, Хазанов, там, ну, люди, которым нужно в персонаже быть, они не могут быть собой во всей своей красе, с одной стороны, да, но с другой стороны, вот мне, как человеку, который не такой, сложно это понять, да, потому что я как к этому подхожу, если я веселый и делаю смешные видео на YouTube, и на следующий день у меня другое настроение, я запишу видео в таком настроении, и вы знаете это, кто смотрит мою передачу, я люблю тебя, вы знаете, что один выпуск может быть веселый, другой может быть грустным, у меня нет с этим проблем, но есть люди, вот как Иван, которым важно, чтобы все было по полочкам, здесь у меня канал на 15 миллионов подписчиков Иван Гай, где я веселый и не появляюсь годами, несколько лет он не делал, несколько лет он не делал видео на канале Иван Гай, что это значит, опираясь на его слова, означает, что он несколько лет был грустным, несколько лет не был веселым, можете себе представить, как это сложно, несколько лет, я всегда веселый, никогда не грустный, я всегда, жизнь, выше нос, вперед, пошел, несколько лет быть грустным, можете себе представить, это настоящая депрессия, но я сомневаюсь, что он будет говорить об этом своими подписчиками, сомневаюсь, что он снимал видео про Майнкрафт, его не было несколько лет, он возвращается и его подписчики такие, Иван Гай, и он такой, у меня была депрессия, и они такие, а, а, чего они были, чего, чего было у тебя, что, у меня была депрессия, я хотел поговорить, я несколько лет не был веселым, а, а, Иван Га, а, Иван Га, что? Да, мой канал изменился, я больше никогда не смогу быть таким, как прежде, раньше я был беззаботным парнем, теперь я не могу работать в этом персонаже, я понял, что мне важно раскрыть себя в творчестве, и сейчас я не соответствую своему персонажу, у меня депрессия несколько лет, и я должен выразить себя таким, какой я есть, его подписчики такие, А, Иван, А, А, Иван, Иван, Иван Гай, Иван Гай, А, это Иван Гай, Иван Гай, а когда летсплеи по Майнкрафту, больше не будет летсплеев по Майнкрафту, теперь, я, теперь, зовите меня, Аван, музыку, да, какую ты будешь делать музыку, спой на музыку, А, Иван Гай поет музыку, наверное, что-то про Майнкрафт, А, 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 Иван Гай, вы хотите узнать, что я пою, тогда хорошо, Я был королем Ютуба, Ютуба, пока публика не обошлась со мной грубо, у меня было 15,9 миллионов подписчиков, пока меня не постиг кризис личности, и тогда, как и все многие знаменитости, я бросил делать то, что приносит мне деньги, и потом, когда они мне снова понадобились, я вернулся, рационализировав причину своего прихода так, чтобы не звучало, будто я сделал это из-за денег, о, да, я Иван Гай, я клёвый парень, о, да, я Иван Гай, я то, что надо, у меня сломалось пианино, ну, что же, это было передача, я люблю тебя, Иван Гай, спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь, включайте динь-динь-динь, колокольчики, донатьте на патреоне, на доносио, на люксис, на французском сайте, я также, помимо патреона, я также зарегистрировался на французском сайте под названием доносио на люкс, донатите там, спасибо, что смотрели, всем хорошего, виви-вечера, ну, и вот так, вот так, это был выпуск, как вам понравилось, пишите комментарии, оставляйте донаты, подписывайтесь, а мы, как обычно, в конце, благодарим наших замечательных мамульчик, экстримы, Александр, Гэри, Гоша Левин, Михаил Иванов, морфинистка, nevermind, no name, what you gonna do, подурец, Паша Лузис, Сергей Антопольский, Таша, Орбита, Андрей Ксенчук, Аня Богданова, Аня Ленская, Илья Эксентрик, Минашвили, Мэри, Subaru, импреза, хорошего дня! Илья Эксентрик,